Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях легенда Большого театра, народный артист РСФСР, член Общественной палаты Московской области, член Общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу, лауреат Государственной премии Александр Степанович Форошилов. И вообще это не весь список. Спасибо, Мария, спасибо. И я тоже заодно запомню его. Ну, я еще раз подчеркиваю, это еще не все. Генеральный директор концертного зала Барвиха. Победитель и лауреат множества международных конкурсов. Хочется, честно, вам сегодня прям петь Оду, потому что вы действительно потрясающий и артист, человек и общественный деятель. И совсем недавно на таком знаковом событии, как 90-летие Московской области, вы были отмечены очень почетной наградой, отмечены знаком преподобного Сергия Радонежского. Да, сегодня вы одели эту награду. Ну, действительно, это очень почетно. И, конечно же, это почетно, когда именно житель Одинцовского городского округа на таком уровне отмечен за свои дела губернатором региона, это дорогого стоит, правда, Александр Степанович. Поэтому мы вас поздравляем в первую очередь с заслуженной наградой. Спасибо. Вы даже не представляете, как мне это приятно. И от вас слышать, и то, что это произошло все. И я надеюсь, надеюсь на то, что это не просто, как бы, отметили мои какие-то, пусть и многочисленные, но прошлые заслуги, а это все-таки за то, что происходит сейчас. Вот как раз об этом мы сегодня говорим. Что происходит сейчас? На вас лежит действительно серьезная нагрузка и общественная палата Московской области, и общественный совет при управлении МВД. То есть это все достаточно серьезно. Мария, вы знаете, я как-то, вот вы говорите, это серьезная нагрузка. Ну, звучит очень серьезно. А я вот серьезно может звучать, но я вот не считаю, что это серьезная нагрузка. Я вообще считаю все то, что в удовольствии, то, что тебе приятно, то, чем ты хочешь заниматься, это не нагрузка. Вы знаете, как своя ноша не тянет. И мне это очень приятно, потому что я с удовольствием занимаюсь и участвую в общественной деятельности. И мне тем более приятно, что я востребован. А для человека востребованность – это очень важный момент. А вот с чего, с какого ключевого события именно началась ваша общественная деятельность? Вот что послужило этапом, может быть, это было какое-то знакомство, какая-то встреча, которая предопределила вот всю дальнейшую вашу деятельность? Я вам скажу так, что я вообще всю свою жизнь, немаленькую, поверьте мне, я всю жизнь, в общем, довольно активно участвую в общественной жизни. Мне это приятно, доставляет удовольствие, и я этим с удовольствием занимаюсь. Что касаемо нынешнего периода, то он для меня начался где-то лет так 11 назад, когда был построен концертный зал Барвиха. Барвиха Лакшери Вилледж, он называется официально, но называет его концертный зал Барвиха, как-то все посетители, все постоянные наши. Он стал для вас домом? Да, на вот эти 11 лет, ну, немножко раньше я участвовал в ранге консультанта во время строительства, вот, консультант по вопросам акустики, эргономики, там масса, много разных вопросов при строительстве любой концертной площадки, тем более, что опыт у меня уже какой-то был, я был генеральным директором до этого Московского международного дома музыки в период его строительства, вот, и там тоже было много вопросов, которые приходилось согласовывать, решать и все такое, поэтому, когда я пришел вот в Барвиху, то этот опыт мне пригодился. А концертный зал вообще всегда, он является неким центром, неким средоточием, куда люди тянутся, в общем, это... Но очень много ведь в Барвихе проходят на сегодняшний день общественно значимых мероприятий, событий, то есть все ключевые события, которые, я хочу подчеркнуть, проходят не только в нашем округе, но и в целом даже в Московской области, ведь вы принимаете на своей площадке, и очень часто и губернатора, и балы, и различные отчеты, то есть очень много интересных мероприятий. Вот здесь вот, я бы здесь начал бы с воспитанников детских домов. У нас связывает постоянная дружба, я по-другому это не могу сказать, с детскими домами не только Московской области, и это и русский детский дом на Рузе, вот. Вот, это детские дома, вот, допустим, у нас в ноябре большое мероприятие для парамузыкантов. Вот есть пара олимпийцы, а есть пара музыкантов. Это дети, которые, ну, с какими-то физическими недостатками, которые занимаются музыкой. Очень талантливых, много ребят талантливых очень. Мы для них проводим фестиваль у нас 6 и 7 ноября. Из Москвы, вот на улице Профсоюзной детский дом, я могу сейчас, название, адреса могу не вспомнить точно, но если смотрят те, кто к нам ходит, то мы понимаем друг друга, о чем идет разговор. Мы проводим, действительно, балы выпускников, лучших выпускников Одинцовского округа. Мы проводим у нас в зале фестиваль театров, любительских театров Одинцовского округа. Областные мероприятия у нас проходят, они все связаны с культурой. То есть мы как бы, у нас есть своя направленность такая, свозятся участники форумов со всей области практически, из разных концов области, и проводим мы такие мероприятия. Это кроме нашей основной работы. Потому что, вы понимаете, то, что у нас проходят концерты, кинопоказы, премьеры, но огромное количество. У нас много мероприятий, много разных, причем, я считаю, важных. Если бы вы прошли, у нас есть такой коридор торжественный, в чем его торжественность? У нас постеры висят на стенах всех артистов со всего мира, кто у нас за эти 11 лет был. Причем и мировые звезды, и наши звезды, причем у нас и классика, потому что всю мою жизнь составила, как бы, я артист опера Большого театра в прошлом, и для меня это самое, наверное, близкое. Хотя я очень отношусь к разным музыкальным жанрам, очень положительно, если они талантливые. Вот все-таки, на ваш взгляд, сегодня современная культура, культурная жизнь, она становится более насыщенной, более интересной и более востребованной со стороны именно зрителей. Да. Ведь вы же делаете все, что вы делаете, в первую очередь для людей, для зрителей. Про движение есть определенное, и вы это, не нужно какой-то мой комментарий, вы это увидите на мероприятиях, там, массовых даже, на площадях. Сейчас появляется все больше больших концертных площадок. Но формы меняются? Формы меняются. Формы меняются. Допустим, даже классическая музыка ищет более доступные формы, для того, чтобы быть более понятной нынешнему, сегодняшнему зрителю. Ну, вы возьмите оперы. Оперы все ставятся в современных декорациях, в современных костюмах. То есть, все как бы максимально приближается к сегодняшнему дню. Это тоже очень важно. Я считаю, что в свое время, когда Поворотти, Доминго и Карерас трио теноров, я считаю, что они для оперы сослужили неоценимую службу. Просто они настолько, они миллионам на земном шаре, миллионам, показали столь прекрасную оперную музыку. И сегодня эти плоды пожинаются, потому что интерес вырос просто... Ну, билеты большой, раскуплены. Мне кажется, уже на несколько сезонов просто вперед не достать. Тут я с вами немножко поспорю. Это было во все времена, потому что большой театр, есть большой театр, и спрос на него был всегда. И как памятник архитектуры, памятник культуры, памятник музыки. И оперы, и балеты. Все это было всегда. Но сейчас, сейчас вообще в мире такая тенденция, и мы не в стороне от этого процесса. Вот. И вообще, вообще, то, что я наблюдаю, спрос на талантливое растет. Именно на талантливое. Были какие-то периоды, они меня очень огорчали, когда... Сейчас есть динамика, да? Вы видите, что есть прогресс, какое-то движение. Есть именно то, о чем я говорю. Есть имена. Есть имена. Спрос на таланты растет, потому что когда-то Олег Павлович Табаков какое-то мероприятие было, по-моему, в городе Ярославле, и он, выступая, сказал, он говорит, ведь Бог, он как располагает? Он пролетает над землей, и вот того поцеловал, того поцеловал. Так вот, вот сейчас он все больше целует Бог. Все появляется больше талантливых. А самое главное, что спрос на это растет, именно на таланты. В живописи, в музыке, в литературе. Вы с чем это связываете? Время пришло? Я думаю, что человечество развивается. Человечество растет, и время пришло. Наверное, здесь факторов много. Здесь много факторов. И я считаю, что это очень важно. Вы вспомните, было время такое, что, ну, при всем моем уважении, ну, такого было по телевидению, везде шансон такого пошиба низкого. Потому что в шансоне, извините, есть гениальные люди. И я вам могу их кого-то назвать, и вы и сами их знаете. Достаточно сказать, произнести имя одного Владимира Высоцкого, и об этом уже говорить излишне. Я не говорю о том шансонье французский, и шар для Знавуры, и кого только. Понимаете? Но я за, за такую музыку, за такое искусство. Только вот как бы планка, чтобы не опускалась. А если говорить, вернуться все-таки к теме нашей, изначально определенной, об общественной жизни, вот это вот целью этой общественной жизни и есть вот цель развития искусства. Выявление поддержки. Правильно. Почему? Потому что, когда мы привлекаем в зал на мероприятия, качественные мероприятия, мы стараемся все делать для этого, чтобы мероприятия были качественные в культурном отношении. Когда? Это и воспитанники детских домов, это дети работников полиции, других, так сказать, структур. Просто для детей. Просто для детей делаем. Но вы формируете хороший вкус. Вы формируете правильное восприятие. Вот вы у меня сняли все правильно. И правильное отношение к искусству. И уже на этой базе, на этой почве как раз и можно взращивать таланты. Согласен, Мария. Потому что я когда вижу, продаются музыкальные абонементы, там, допустим, большой зал консерватории, там, другие филармонические залы, это ведь мы растим будущего человека. А человеку, который знает, что такое музыка Петра Ильича Чайковского или Михаила Ивановича Глинки, или там Шнитке, Щедрина, Денисова, Губа Идулина. У него совсем будут другие цели и задачи. У них другое мировоззрение, у них другой менталитет, понимаете? Люди духовно растут. И я считаю своей целью делать все возможное для того, чтобы это происходило. Потому что это то, о чем можно сказать, что ты жизнь прожил не зря. Ты людей к этому сумел привлечь. Мы первые разы, когда приглашали детей, как у нас с детскими домами было. У нас, допустим, люди, которые занимаются организацией детских мероприятий. мы собрались обсудить ситуацию. Я говорю, дорогие мои, а почему бы нам не пойти в детские дома? Их много в области, в районе. И предложить руководителям, воспитателям. Мы нанимали свои машины, автобусы для детей. Потом поменялась ситуация, требования поменялись. Тоже мы приспособились к ним. И, Василий, только сначала это воспринималось, как бы, ну ладно, детям нечего делать. А сейчас нам звонят. И говорят, у Вас нет возможности. Конечно, мы находим эти возможности, чтобы детей пригласить. Идут нам какие-то светлячки, какие-то лучики звонят, всякие объединения, дома. Вот тут дети там с тем. Мы всех принимаем. Мы всех принимаем. Потому что, понимаете, мы вырастим других людей. Люди, которые понимают, что такое прекрасное, которые находят в музыке для себя красоту, то, чем она их привлекает, это другие люди. Это люди, которых, вот я бы хотел видеть таких людей, чтобы я когда-то уйду, но я знал, что люди вот такие. А они не пойдут на улицу заниматься. Это не может быть и пойдут на улицу, но заниматься прекрасным и высоким. Ну вот в это хочется верить, безусловно. Александр Степанович, я так понимаю, ну как раз вот за эту активную деятельность и была вручена столь почётная награда, ну в том числе. Вы вообще вот что почувствовали, когда получили этот орден из рук губернатора? Ну что было внутри? Ну честно, ведь за плечами очень много наград. Ну правда, и премии, и наград. И вот они, это огромное количество. Вы знаете, это, наверное, ну у каждого происходит индивидуально, личное, личностное очень отношение. Но я вот, я сидел, ждал, когда... Ну вы знали. Ну естественно, я сидел, ждал, когда меня вызовут. Да, в числе предполагаемых награждённых. Ну вот, я ждал, я думаю, вот осмотрит вот меня сейчас Игорь Иванович Хохлов, начальник отделения полиции Барвиха, который я как член общественного совета при МВД по Одинцовскому округу, ну как бы курирую. Вот, и мы часто встречаемся. И Лена Ожерельева, которая курирует от МВД округа. Вот, так вот подумайте, это ведь постоянная работа. И вы знаете, как мне приятно, вот, когда какой-то полицейский, проезжая, я был в парке Раздолье, и там, ну, положено за правопорядком наблюдать. И полицейский, молодой человек, лейтенант, говорит, здравствуйте. Значит, он меня видел, он меня знает, потому что я регулярно бываю в отделении полиции Барвихенской у Игоря Ивановича Хохлова. И эта работа, понимаете, она тоже, она и меня мобилизует к какому-то соответствию, но она и персонал, и руководство отделения. Это, я думаю, взаимная польза, понимаете? И когда меня награждали, то это награда ихняя, не только моя. Это, понимаете, это и награда... Всей команды. Конечно, конечно. Это в первую очередь награда Одинцовского округа, руководства, потому что Андрей Робертович Иванов, с которым мы тесно сотрудничаем, когда мы говорим, проводим бал лучших там... Медалистов. Медалистов района. Либо фестиваль театров, либо другие там были... Ну, открывали год театра у вас, открывали год кино. И год кино. И мы просто, допустим, подведение итогов какие-то своеобразные там, допустим, к Новому году, мы это делаем. Это в тесном сотрудничестве. Почему-то же раньше этого не было. Значит, мы востребованы. Значит, мы востребованы. И мне приятно, что то, что я хочу и добиваюсь, что это тоже нужно. И в районе нужно. И, значит, если хотят, значит, у нас соответствует и место. У нас неплохой концертный зал, честно говоря. Это я думал сначала, это я его так люблю, потому что я вот с самого начала там. Вот. Ну, я вижу, что... Знаете, как? Мы шутили частично, мы говорили, это должен быть Барбихинский сельский клуб своего рода. В каком смысле? Что люди в своё свободное время не думают, где им его провести. Идут к нам. Поэтому у нас и кино, у нас и драматические спектакли. Кстати, областной губернский театр премьеры часто у нас показывают. Предпремьеры, премьеры. У нас и спектакли драматических театров других, так сказать, мы приглашаем, мы принимаем предложения. У нас и концерты, и классика, и попса. Но единственное что, единственное что, что мы стараемся всё-таки отбирать то лучшее. Вот. У нас нету вот как бы такого, у нас есть вот изо дня в день там. Нет. У нас только тогда, когда мы находим что-то, что мы считаем событием. Понимаете? Допустим, если я вам назову, кто у нас был из выдающихся деятелей культуры отечественных, мировых, ну, допустим, у нас были сольные концерты, и Анжела Георгио, замечательная певица, выдающаяся певица, и Йонаса Кауфмана, и Роберто Алани, вот, и многие другие. У нас оркестры, дирижёры очень хорошие. У нас и популярные музыки, представители. Хороший получился сельский дом культуры. Да, сельский дом культуры очень неплохой. Поэтому я, когда получаю какие-то письма либо звонки с просьбой, с предложением что-то провести у нас, меня, вот, как бы, одолевает чувство гордости. Значит, мы являемся такой площадкой, на которой интересно проводить какие-то мероприятия, юбилеи, артистов, тех же, там, допустим, общественных деятелей, там, политических. Александр Степанович, после вручения награды энергии прибавилось? Да. Да, я... То есть, прямо вот делать, делать, делать и ещё раз сделать? Да, вы знаете, ну, наверное, энергии прибавилось. И думаю, да, потому что мне вот уже почти 75 лет, ну, совсем без маленького, вот, два месяца до 75-летия, а я ещё, к счастью моему, огромному счастью, ещё не был я ни на пенсии, нигде ни одного дня. И не отпустим. Ну, как там, Общественная общественность не дремлет, не отпустим. там, наверное, там уже всё решено, когда что произойдёт, но, тем не менее, если бы вы знали, как мне приятно быть в гуще вот событий, быть с молодыми, вот, и я, я и в консерватории из-за этого преподаю, потому что мне вот общаться с молодёжью, передать им что-то, если им что-то пригодится из моего опыта, я только рад. И, и в зале, и в общественной палате Московской области, и в общественном совете, это всё мне доставляет удовольствия. Александр Степанович, спасибо за интересную беседу, спасибо за то, что вы посетили нас. Спасибо вам, спасибо, я с удовольствием откликнусь, если когда-то ещё будет повод. Спасибо огромное. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok